Добрый вечер, друзья! Не добрый вечер во мне, другие! Вы знаете, вот для любого поколения бренд Собчак это, конечно же, прораб перестройки, первый работодатель перестройщины и работодатель Владимира Владимировича Путина, Собчак, мэр Питера. А для моих студентов Собчак это исключительно Ксения Анатольевича, никакого другого Собчака не знаю. Вот сейчас я наблюдаю процесс с Пригожиным. Если еще год назад Пригожин, это по умолчанию был Иосиф Пригожин, мастандант нашего шоу-визнесса, то сейчас, конечно, это Евгений Пригожин, ЧВК Вагнар. Но вот на чем я себя поймал, на какой мысли, что есть нечто схожее у этих двух Пригожных, а это именно виртуозность троллинга. И это я к заявлению Пригожина о том, что он будет баллотироваться на президентских выборах. На выборах президентских, но на Украине. И я вспомнил беседу 10 лет недавности с Иосифом Пригожиным Валерием, где он рассказывал, как он там оказался в наручниках. Вот троллинг – это искусство большое. Не всем дано. Но если Евгений Пригожин троллит вообще без улыбки, то если Пригожин, улыбка себе позволяет. Не знаю, наверное, не многих заденет это сравнение. И скажут, что за уши притянут. Но я просто вот сейчас послушал и задумался. Задумался и сказал, сказал и выложил. Громче говорю, чтобы все слышали. У меня только что появились политические амбиции, глядя на все вокруг. И я принял решение в 24-м году демонтироваться в президенты Украины. Президенты Украины. И буду конкурировать на этом посту с Порошенко и Зеленским. Если выиграю выборы в президенты Украины, то тогда будет все хорошо, ребят. Снаряды будут не нужны. Саня, не переживай. Если прилетит, значит президентом Украины останется Зеленский. Стрелять надо точно. Все. Сегодня, вчера, позавчера, извините, когда у нас? На днях. На днях. На днях. У нас их такое количество. Это не только для армейских. Не только для разных. Мы, честно говоря, по этому поводу не заморачиваемся. Если есть время, если есть возможность, то с удовольствием придем, споем ничего. Ну вот я понимаю, что девушку-красавицу и мировую знаменитость гаишник никогда не оштрафуют. А вот Пригожина-то узнают, но, наверное, все-таки... Иногда честь отдают. Наверное, принимают за балу и уважают. Очень приятно. Конечно, очень приятно. Я хочу сказать. Я уважаю и гаишников, и журналистов, и даже дворников, которые на улице. Во-первых, я стараюсь здороваться со всеми и всем протягиваю руку. Никаких понтов нету, да, в этом смысле. Хоть и узнают... К чему? Нет. Нет, я говорю к тому, что узнают гаишники, и я к ним отношусь с уважением. Ты протягиваешь руку. И протягиваем руку, да. Пустую, естественно. Чего ты смеешься, Лера? Здоровую с ними. А я, во-первых, не нарушаю, я сижу сзади. Да, это на руке телефона. Не за рулем? Нет, я в Москве не за рулем. Он двумя телефонами и жонглирует. Слушай, я даже во Францию умудряюсь с гаишниками договориться. А как это? А вот это я его раз и не поверил. Поверьте мне, Лера. Но это был один раз. Ну да. Ну как, расскажите эту историю. Это войдет в аналог. Но в Америке не получилось. В Америке нет. В Америке наручники одели. Знакомая история. Да. Я пытался дать ему 200 долларов. Нет, а до этого пытался, чтобы он успокоился. Я потом пытался дать ему альбом Николая Москова. Я ехал в Лас-Вегас на машине. Вот почему он до меня. Так вот, видишь, моим был козырек. Нет, была история. Я еду 200 с чем-то километров. Я мечтал попасть на эту дорогу, на эту трассу с Лос-Анджелеса, которая идет на Лас-Вегас. Ну, фильмов-то смотрелся. Думаю, дурак, что ли? Чего он за мной ездит все время? И не могу понять, у себя прорабатываю. Потом думал, дай-ка я приторможу, пусть он проедет. Может, он 300 едет, торопится куда-нибудь. Раз, он останавливается за мной. Я выхожу, такой здоровый, метра два роста. Я быстренько диск на скол, пытаюсь ему объяснить, что я опаздываю, все. А он ничего не понимает, все, что я ему говорю. Потом я думаю, да ладно, фиг, на тебе 200 долларов. Он мне раз так наручники. Я прям аж обалдел. Я говорю, ты что делаешь? Он мне говорит, сейчас поедем в участок. Я говорю, зачем? У нас так можно. А он мне говорит, а у нас так нельзя. Ну, короче, с юмором попался человек, выписал мне штраф. Короче, но я хочу сказать, я так лопухнулся. Через 10 лет мне вспомнили это. И когда я пришел в посольство, вот насколько у них все пунктуально. Не соскочишь никуда. Через 10 лет, я туда 10 лет ездил, меня никто не спрашивал. Я прихожу в посольство, слава богу, попал на хорошего человека. У нас были гастроли. Я прихожу, он говорит, старичок, извини, я не могу тебя... У вас грешок. Вы в розыске. Я говорю, кто я? Ты же штраф не был заплачен? Он был выписан. Нет, конечно, он выписан. Я уехал. Там тогда не было вот этой компьютерной истории еще, да? Я же уехал. У меня виза заканчивалась. Я когда уехал, приехал. Я пришел к консулу. Он хотел посоветоваться, что делать, чтобы оплатить. Я помню даже, она такая, зелено-розовая бумажка такая. И он мне говорит, слушай, если в течение трех лет ты ничего там ездишь, ну и выброси ее. Ну, я через три года ее и выбросил. А когда у них там кризис-то жахнул... Через 10 лет приехал в посольство. То есть накануне я получал визу год назад, меня никто не спрашивал. Через год прибежал. И все раз мне подняли. А это накануне Рождества. А нам вылетать через два дня. Это отдельная передача. Короче, мне пением посчитали. С 200 еще насчитали 200 с чем-то за 10 лет. Я заплатил 450 долларов. И когда мы нашли судью из Москвы уже, звоню, она говорит, попали прям. Вот она буквально собиралась уже идти на Рождество. И она спрашивает у меня, вы хотите сказать, что вы не виновны, или вы хотите заплатить? Я сказал, заплатите. Диктуйте номер кредитной карточки. Я же не ожидал такой резкости. Я так тынь-тынь-тынь-тынь, побежал, нашел кредитную карточку, не успел последнюю цифру сказать. Бах, у меня уже в телефоне отметина. Списали. Я говорю, а как я теперь докажу посольству, что вы у меня списали, чтобы меня убрать из компьютера? Они говорят, диктуйте почту. А международная почта у судей не работает. Они мне отправили. Я искал других друзей, чтобы эта почта пришла туда. Оттуда распечатал, туда прислал. Короче, дали мне визу. Детективная история. Дешевле было сразу заплатить. А во Франции я сразу 100 евро отдал, и мне отпустили. Вот так, то есть без квитанции, без всего? Без ничего. Ну, все-таки я... Они полюбили наличные деньги. Это лазурка была, да, какая-нибудь? Нет. Это было по дороге... Это недалеко от Леона. Недалеко от Леона. Я ехал очень быстро. Останавливаю два толстеньких француза. Ну, не очень. На самом деле, мы ехали точно так же, как все остальные. Мы вообще стараемся не лихачить. И он говорит... Как-то разумно. Потому что у нас что, шестеро детей. Мы не имеем права арестовать. Чувачок, ты наружу. Вы прям, ну, вы все в одной машине? Да, все в одной машине. Не, мы ехали вдвоем тогда. Это вен какой-нибудь? Да, вообще, когда путешествовали, мы там вдвоем находились. Точно? Точно совершенно, да. А кто за рулем? Вы меняетесь или... Раньше менялись. Я что-то в последнее время как-то... Отучил он меня от этого дела. Хорошо. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда 24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19.30 на телеканале Москва 24.